Санкт-Петербург Санкт-Петербург Какие у тебя ощущения после выступления? Веселые, радостные. Когда-то в первый раз такое чувство, что у тебя ноги идут без твоих забот. Вот прям стоишь на месте, и они сами идут. Матвей я не видела, я каждый раз волновалась. Другой он ковыряется в носу или делает вот так. Наверное, все-таки делала. Кстати, традиция недели моды зародилась в середине 18 века. И уже тогда каждый новый сезон диктовал новые тренды. Главный цвет года фиолетовый. Также в тренде контрастные цвета. Например, парка цвета хаки с розовым мехом. Расскажите про детские тренды зима-осень. Смотрите, ну в этом сезоне очень популярные цвета. Такие вот как бы синий, такие зеленые очень оттенки. То есть на зеленый либо рыжий цвет очень пользуются сейчас популярностью. Многие парки покупают себе именно рыжих либо зеленых оттенков. Вот такие модели у нас были в прошлом году тоже, но не было именно зеленого цвета. Были только по большей части именно в черном. Черные, серые какие-то. В этом сезоне добавилось очень много зеленых оттенков. Как вас учат в школе моделей позировать и ходить? Ты идешь посередине, там начерчены линии белые. И ты идешь до оранжевой полосочки, стоишь и машешь рукой, ну что-нибудь действие делаешь. И потом идешь не посередине, потому что по пути идет другой человек. Ну я вот так вот шла. Вот так вот, тим-тим-тим. Я не люблю, когда вот так вот ходят. Ну красиво. А что бы ты посоветовала начинающим моделям? Не сдаваться. И если у тебя что-нибудь не получилось, надо пытаться все больше и больше. А кто-нибудь из вас мечтает стать моделью? У меня есть мечта. Сначала я хотела стать писателем, потом я хотела стать художником, потом балериной. Потом уже решилась на певицу. И вот сейчас думаю, что певицей буду. Ну короче, у меня история, пусть все будет продолжаться дальше и дальше. Пока не даю. Модель мне тоже нравится. Главный модный тренд осеннего сезона – хорошее настроение. С осенними трендами познакомились Мария Барковец и Ксюша Федикова. Продолжение следует...